Вместе просыпаемся! Спортом занимаемся! Гири, бег, прыжки на месте! С нами утро! Интересно! Просыпайтесь, малыши! Будем вместе встречать Международный день спорта! Сегодня у нас в гостях победитель Олимпийских игр, многократный победитель международных соревнований по гребле на байдарке, Юрий Постригай! С добрым утром, Антон, Хрюша и дорогие зрители! С добрым утром! Антон перечислил так много ваших достижений, а сколько у вас медалей? Медалей у меня больше ста. Я их не считаю, я отдаю их своей маме, она их куда-то прячет и они там хранятся у неё. Понятно. А какие из них самые дорогие? Самые дорогие – это, скорее всего, первая медаль, которую я завоевал, когда только начал крести, это был детский лагерь. И там я проехал дистанцию 200 метров за минуту 15 секунд. И олимпийская медаль через 14 лет после первой. Я её проехал за 34 секунды быстрее, чем в два раза. Ого! Вот это да! А можете рассказать о том, как правильно плавать на байдарках? Ну, здесь самое главное, что не плавать, Хрюша, а грести или ходить. Мы как лодка, мы идём по воде. А грести, ну, не так-то просто, но и несложно. Самое главное – заниматься. Вот я могу Антону показать на примере, как это делать. Да, давайте, давайте, а я буду повторять, да, хорошо? На байдарке ты сидишь, у тебя есть весло, у байдарочников это весло и две лопасти. У канаистов с одной стороны, у них одно весло, они стоят на колене. А мы гребём сидя. Соответственно, одна рука выпрямилась. Так, вот так вот, да? Да, вторая вот здесь. И ты, получается, делаешь грибок за счёт того, что у тебя корпус спины разворачивается. Как велосипед как будто, да? Как будто ты боксёр ещё. А, как будто ты боксёр. Да. Ого, всем телом! Ого! Вы знаете, я без весла, без байдарки, без реки, а уже устал. Это сложно, Крюша! Поддержи меня! Верю, верю! Я могу её заканчивать? Вот так вот. Слушайте, хватит. Фу, да, программа у нас сегодня необычная. Она посвящена дню спорта. Поэтому предлагаю провести чемпионскую зарядку, мастер-класс! А какие, кстати, упражнения нужно делать каждое утро, чтобы быть бодрым целый день? Мне кажется, необходимо, когда ты просыпаешься, чтобы у тебя улыбка была, радость и хорошее самочувствие. Ой, как здорово, да! У меня есть парочка упражнений, которые я выполняю на разминке перед своими стартами. И, соответственно, я хотел бы вам их показать. А ребята наши смогут повторить? Это не трудно? Это не трудно. Тогда мы готовы! Ребята, приготовьтесь! Чемпионская разминка на канале «Карусель» в программе «С добрым утром, малыши!» Берем наши пальчики большие, отводим в стороны, локоточки прижаты. И мы стараемся, насколько можем, отвести в сторону ручки. Потом возвращаем их и потихонечку так же делаем и повторяем. Раз, шесть, восемь, десять, двенадцать. А как у вас руки становятся параллельны? Ой, это же, получается, вот здесь что-то тянется, да? Вот эти мышцы какие-то. Тянется и спина, и все включается. Юрий, а у меня получается, смотрите. Да, кстати. Давай, давай, большой палец. Самое главное, большой палец вывернуть, чтобы он смотрел туда, назад. Вот это да! Ну все, хватит. Следующее упражнение мы сейчас покажем. Так, хорошо. Я запоминаю. Вратарь. Ручки у нас 90 градусов. Так. Мы их с вами разворачиваем. Ого. Потом их заводим за спину. Потом их опять возвращаем. Поднимаем. Ой, а я бы, знаете, как назвал? Кощей. А я вратарь. Вратарь. О, мяч лови. А, мяч лови, хорошо. А я тогда Кощей. О, 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 о. А, здорово. А я правильно делаю? Это надо, получается, контролировать, чтобы руки были сигнал? Ну, конечно, просто, получается, мы просто разворачиваем за счет плечевого пояса. За счет наших плеч. Это помогает какие-то мышцы прокачивать? Ну, мы, получается, осанку выпрямляемся. Мы не сутулимся. Это помогает как раз, чтобы мы не сутулились. Потому что некоторые там в школе сидят на партах, мисят. И я в детстве так же делал. Юй, а что там такого, если ты сутулый? Разве это плохо? Расскажите ребятам, почему плохо быть сутулым? Тогда у тебя не полностью работают легкие, у тебя спина начинает болеть, осанка меняется, нога длиннее, короче, становится, здесь начинает болеть. Ой-ой-ой, это очень плохо быть сутулым. Да. Ну, два упражнения мы знаем точно. Первое упражнение и вратарь. Так, а есть еще? Есть еще. Ух ты, давай. Ручки наши выпрямляем, делаем разворот и убираем их назад. Вот так? Да. Ого. У меня получается? И потом вот сюда еще возвращаем. А, о, интересно. Вниз пальчики. Так. За спину. Возвращаем в исходное положение, разворачиваем. Здорово. Я думаю. И класс. Отличная зарядка. Я уже готов ставить рекорды. Может быть, есть еще какие-то чемпионские секретики? Секретиков как таковых нет. Самое главное – это любить то, что ты делаешь. Если ты занимаешься спортом, то ты должен полюбить тренировочный процесс. Если ты учишься, то ты должен полюбить вот этот момент, когда нужно писать, учиться еще, считать что-то. И тогда ты достигаешь определенных результатов. Да, это не быстро, потихонечку. Мне 14 лет потребовалось, чтобы с первой медали до Олимпийской завоевать вот это золото Олимпийских игр. Вот это да, Юрий. Я знаю, что существуют лодки на одного, двух, четырех и даже восемь человек. Ну, наверное, проще одному идти к победе или все-таки в команде? Мне больше нравится в команде. Когда ты в команде, то ты уже отвечаешь не только за себя, но и за своего напарника. Если напарник заболел, ты будешь за ним ухаживать, пытаться как-то ободрить его, где-то сказать, нужно отдохнуть. И так же он тебя поддерживает. И в лодке ты, соответственно, должен чувствовать своего напарника. Как в двойке, так и в четверке. Все свои медали я, вот, высоких достижений, первые места на чемпионате мира, Олимпийских игр, это было на, как раз, было в байдарке двойке. О, вот это да. Так же в четверке выступаем. То есть команда, это действительно настоящая дружба, поддержка, сила. Конечно. А к нам в гости вы пришли без друзей. Значит, к победе в нашей викторине придется идти в одиночку. Получается так. Ну, мы уверены, что вы справитесь на сто процентов. Сейчас на экране будут появляться разные спортивные предметы. Вам нужно будет выбрать один из двух вариантов ответа. В каком виде спорта этот предмет используется? Ну, все вроде бы понятно, да? Я все понял. Отлично, тогда, пожалуйста, проходите сюда. И, дорогие друзья, Юрий, внимание на экран. Да. Как вы думаете, в каком виде спорта используют этот снаряд? В хоккее или в керлинге? Ребята, а вы уже догадались? Мне кажется, все-таки керлинг. Потому что на хоккейные матчи я хожу периодически. И я такой штуки там не видел. А теперь смотрим правильный ответ. Да, керлинг! Конечно, это керлинг! Хорошо. Продолжаем. Итак, смотрим на экран и следующий инвентарь. Художественная гимнастика или боулинг? А, я знаю, это боулинг. Это же кегли. Вот как раз вот. Двень не сбросил эти кегли, и они вот перед нами. Это боулинг. А мне, а мне интересно, что же думает Юрий по этому поводу? Вы, наверное, со мной согласитесь. Мне кажется, Антон хочет меня запутать. Я считаю, что это художественная гимнастика, потому что у них есть такой снаряд, как булавы, по-моему, называются. Да, булавы. Я знал, я знал, это булавы. Подкидывают. Точно. В боулинге там нет вот этих кругляшков на конце. И они такие более пухленькие, мне кажется. Ага. Ну, Хрюша, тогда показывай правильный ответ. Правильный ответ. И это? Это художественная гимнастика. И эти булавы у них называются предметом. Итак, следующая картинка. Это нужно для гребли на байдарках или для прыжков в шестом? Я закрытыми глазами на ощупь определю. Но это для гребли на байдарках. Без слов. Ну, конечно, конечно, конечно. Это правильный ответ. Точно. Поздравляем. Да. Ну, что ж, иначе и быть не могло. Это все правильные ответы, потому что вы настоящий олимпийский чемпион. Спасибо, Юрий, что провели это утро вместе с нами. И ответили на все наши вопросы. Хрюша, спасибо за столь интересную и увлекательную викторину. Хотел бы пожелать вам, дорогие зрители, радоваться и слушаться своих родителей. А пламенный привет я хотел бы передать своей дочке и сыночку. Как здорово! Друзья, сегодня в День спорта мы желаем вам и ребятам новых побед. Успехов во всех начинаниях. Желаю всем активного дня. Увидимся на канале... Три-четыре. Карусель!